В эфире телеканала «Север» программа «Актуальное интервью» в студии Ольга Русул. Здравствуйте! И сегодня у нас в гостях депутат Государственной Думы от ЛДПР Ярослав Нилов. Здравствуйте, Ярослав Евгеньевич! Расскажите, пожалуйста, с чем связан визит ваш нынешний в Ненинский округ? Я регулярно приезжаю в Ненинский округ. Я от фракции ЛДПР курирую этот регион нашей страны. И когда есть возможность или во время региональных недель я посещаю округ, встречаюсь с нашими гражданами, с избирателем, забираю все обращения, которые собираются с момента моего предыдущего пребывания. Кроме этого, в преддверии Дня защиты детей удалось оказать помощь. Нашли коммерческую структуру, которая реабилитационному центру выделила денежные средства для покупки необходимого оборудования. Сегодня у меня запланирован визит, посмотреть, пообщаться с детьми. И все это приурочено к празднику, к 1 июня Дня защиты детей. Кроме этого, еще ряд мероприятий, встреча с нашим партийным активом, впереди избирательная кампания, подготовка к съезду, конференции. Соответственно, мы были готовы, но теперь надо только темпы наращивать и мобилизовать весь наш актив, для того, чтобы мы достойно выступили во время избирательной кампании и показали хороший результат. А если говорить о вашей текущей работе, расскажите о том, какие социально значимые законы были приняты, над какими проектами вы работаете? Государственный дом завершает работу и весенней сессии, и седьмого созыва. У нас 18 июня пройдет последнее заседание, уже осталось меньше месяца. Но очень много работы. Почему? Потому что президент в послании Федеральному собранию обозначил и дал поручение законодательно изменить и реализовать те идеи, те тезисы, которые прозвучали. Очень много касается социальной сферы, мер социальной поддержки, в связи с чем идет активная работа. Поэтому Государственная Дума отменила региональную неделю. У нас на протяжении уже пяти недель, еще получается три недели и две предыдущие недели, соответственно, только пленарные заседания. Поэтому, учитывая, что в четверг заседаний нет, сегодня удалось выбраться в Ненецкий округ, для того, чтобы те мероприятия, которые были ранее запланированы, все их провести. Что касается социально значимых вопросов, то в нашей стране существует серьезная проблема, связанная с демографией. Если посмотреть на статистику, то за прошлый год у нас минус 700 тысяч человек. То есть это отрицательный прирост. Это связано и с ковидом, и с оттоком, и с ранней смертностью, и с низкими темпами рождаемости. Поэтому на государственном уровне на протяжении последних лет принимаются дополнительные меры поддержки, прежде всего, семей имеющих детей, многодетных семей. И то, что прозвучало в послании, это тоже направлено на то, чтобы поддержать матерей-одиночек, одиноких родителей. Тех матерей, которые на раннем сроке беременности встали на учет. Для того, чтобы, я считаю, в том числе простимулировать отказ от аборта. У нас официальная статистика показывает, что абортов делают официально меньше, чем в предыдущие года. То есть на прошлый год порядка 500 тысяч абортов официально. Это и по медицинским, и по немедицинским показаниям. Но мы понимаем, какое количество абортов делается неофициально. Поэтому мы считаем, что поддерживать женщину, которая забеременела, это абсолютно правильное решение. И законодательно были закреплены нормы, в соответствии с которыми женщина, если встала на ранних сроках беременности до 12 недели, то начиная с шестой недели она будет ежемесячно получать половину прожиточного минимума, установленного на ребенка в соответствующем субъекте Российской Федерации. Например, в медицинском округе это порядка 22 тысяч. Соответственно, половина это порядка 11 тысяч рублей ежемесячно. Женщина будет получать, но в том случае, если она признается нуждающейся. А для этого используются критерии нуждаемости. Берутся все доходы семьи, рассчитывается среднедушевой доход. Если он меньше прожиточного минимума, то, соответственно, признается нуждающаяся данная женщина и ей выплачивается. Таким образом, получается, до момента рождения ребенка она получает пособие. К моменту рождения ребенка, если женщина находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, из фонда социального страхования ей выплачивается. Если доходы маленькие общей семьи и также признается семья нуждающейся, еще дополнительно выплачивается один прожиточный минимум на ребенка, эта норма действует до 3 лет, а в возрасте от 3 до 7 лет выплачивается от половины прожиточного минимума до одного прожиточного минимума на ребенка в зависимости опять от соответствия критериям нуждаемости. Там правительство придумало новый подход, новую методику, анализируется имущественное положение семьи, наличие недвижимости, транспортных средств, безработных и насколько обоснованы люди безработные. Стоят ли они на учете в службе занятости, получают ли они пособие, либо они не встали. То есть, вот это все анализируется по предложению правительства и определяется критерий нуждаемости, после чего семья либо получает, либо не получает до 7 лет от 0,5 до одного прожиточного минимума. И от 7 лет до 16, это новое предложение президента, которое законодательно закреплено, от 7 до 16 выплачивается также нуждающаяся семья на ребенка половина прожиточного минимума. Да, это может быть суммы кажутся небольшими, но согласитесь, это лучше, чем ничего. И многие женщины, которые находятся в трудной жизненной ситуации, у которых нет денег, и они понимают, что кроме как сделать аборт, другого выхода нет, они подумав, возможно, откажутся, потому что такая мера социальной поддержки на период ее беременности будет оказана. И последующие меры также будут оказаны до достижения ребенка возраста 16 лет. Это достаточно серьезные меры поддержки. Раньше, еще несколько лет назад, государство платило тем семьям, где дети в возрасте от 1,5 до 3 лет, если мама находится, или папа в редких случаях находится в отпуске по уходу за ребенком, 50 рублей. Еще Борис Николаевич Ельцин этим указом определил эту сумму. Сегодня ситуация поменялась, и мы считаем, что это в правильном направлении движется и определенный вектор развития социальной сферы, и определение дополнительных мер поддержки для того, чтобы укреплять семью, поддерживать многодетных семей, но недостаточно. Мы в ЛДПР предлагаем материнский капитал платить и на третьего ребенка. Сегодня только на первого, на второго и на третьего ребенка. Но не везде, а только в тех субъектах, где тяжелая демографическая ситуация. Кроме этого, мы считаем, что половины прожиточного минимума тоже недостаточно. Мы понимаем, что для бюджета это все дорого обходится, но мы считаем, что надо выходить на величину один прожиточный минимум, а не половина прожиточного минимума. А в целом, говоря о соцполитике, о социальной сфере, конечно, критерии нуждаемости должны использоваться для того, чтобы не получалось верь на рассылки. Вот, например, смотрите, к первому сентябрю, в августе, все семьи получат, где дети пойдут в школу, получат по 10 тысяч рублей. Хорошая мера. Мы поддерживаем. Аналогичный законопроект фракции ЛДПР внесла, чтобы это была ежегодная выплата для всех школьников. В дальнейшем планируется выплачивать только первоклассникам. Мы считаем, что всем школьникам надо выплачивать, но, опять же, использовать необходимые критерии нуждаемости. У нас есть дети в очень богатых семьях, дети олигархов, дети чиновников с большими зарплатами, но явно, что им эти 10 тысяч не нужны. Поэтому давайте вот мы вот этот объем денежных средств, который выделяется на решение этой задачи, мы будем распределять таким образом, чтобы кто нуждается, получал, а кто не нуждается, не получал. В этом случае сэкономленные денежные средства, они должны быть окрашены и тратиться на дополнительную помощь тем, кто нуждается. Принцип один. Кому помощь нужна, тому оказываем. Если помощь не нужна, оказывать не нужно, сэкономленные средства тратим на поддержку, на дополнительную поддержку тем, кому помощь требуется. Это основополагающий принцип социальной политики, и адресность, и разумность в его основе находятся. Вот такие недавние изменения произошли, и с 1 июля эти нормы уже начнут действовать. Кроме этого, был наконец-то решен, частично решен. Мы, конечно, хотели пойти дальше, но хотя бы при поддержке тех позиций, которые были озвучены на встрече с президентом, лидерами думских фракций, президент поддержал, дал соответствующее поручение. И такой достаточно острый вопрос, связанный с пенсионным обеспечением наших граждан, кто более 30 лет прожил в сельском местности и занимался сельским хозяйством, с чем они сталкивались? Вот они живут, статус территории поменялся, и, соответственно, теперь это не сельская местность, и пенсию им пересчитывали в сторону уменьшения. Это несправедливо. У нас те, кто проработал в сельском хозяйстве более 30 лет и проживает в сельской местности, получают сегодня повышенную пенсию. И граждане могли проживать на этой же территории, статус поменялся, пенсия вдруг пересчитывается в сторону уменьшения. Теперь этого не будет. Или переехали из сельской местности в город. Пенсию пересчитывают в сторону уменьшения. Несправедливо. Поэтому это законодательно закреплено уже. Это начнет действовать с 1 января 2022 года, но всем пересчитают тем, кому пенсию уменьшили. Из-за таких вот обстоятельств. Мы считаем, что необходимо вернуть индексацию пенсии работающим пенсионерам. Это крайне острый вопрос. Мы его регулярно поднимаем на всех встречах. Мы ожидали, что в послании президента он прозвучит. К сожалению, не прозвучал. Наши законопроекты на эту тему были отклонены в Государственной Думе. Но мы борьбу продолжим. Следующая индексация страховых пенсий 1 января. Поэтому время еще есть. Я надеюсь, что мы все-таки за этот год сумеем эту тему до конца решить. Ну, хотя бы в какой-то части. Вот смотрите, работающие инвалиды. Они тоже пенсионеры, получающие страховую пенсию. Им также, работающим инвалидам, пенсию не индексируют. Они получают маленькую страховую пенсию, работают на маленьких ставках, получают маленькую зарплату и из-за неиндексации теряют приличные деньги. И они говорят, ну, вы посмотрите, ведь государство побуждает нас увольняться. Либо специально увольняться перед индексацией, а после индексации опять трудоустраиваться. Либо вообще увольняться, не работать для того, чтобы получать проиндексированную пенсию. Поэтому мы считаем, что пенсию надо, конечно, индексировать всем, как это было раньше. В 2015 году правительство предложило не индексировать. Тогда это все объяснялось экономическими сложностями. Сегодня ситуация другая. И мы считаем, что работающий пенсионер, во-первых, за него работодатель платит налоги и взносы во все внебюджетные фонды. Во-вторых, это дополнительный доход. Это другое качество жизни. Это покупательная способность другая. Поэтому мы должны, наоборот, стимулировать людей, у кого есть возможность, находясь на пенсии, работать, поддерживать их, а не демотивировать, как это происходит сегодня. Это принципиальная позиция фракции ЛДПР. То же самое касается тех семей, где инвалид первой группы. Это люди с очень серьезными диагнозами. Требуется серьезный и физический труд, и морально-эмоциональные постоянные переживания. Сегодня люди, которые ухаживают за такими инвалидами, получают 1200 по указу. И эта сумма много лет уже не индексируется. Мы предлагаем ее увеличить хотя бы до уровня минимального размера оплаты труда и ежегодно индексировать. Пока нас тоже не поддерживают в правительстве. Ну, в правительстве, понимаете, Минфин всегда подходит с бухгалтерской точки зрения. А где взять деньги? Вот мы говорим, хорошо, вот у вас есть деньги проводить сомнительные мероприятия, менять плитку хорошую на хорошую, менять дороги, асфальт хороший на хороший, где не нужно, а для того, чтобы поддержать тех, кто действительно нуждается, якобы денег нет. Если жестко контролировать все товары, которые пересекают границу и обеспечить так процесс, чтобы нормально поступали в казну средства в виде всех таможенных платежей и не было товара нелегально ввезенного, то сразу доходная часть бюджета увеличится. Дальше. У нас какое количество продается паленого алкоголя? Это подакцизный товар. Соответственно, бюджет теряет из-за этого. Вы думаете, весь бензин у нас продается, это тоже акцизный товар, официально? Все платится? Нет, конечно. Поэтому, когда мы предлагаем отменить транспортный налог, и мы слышим, и заменить его на сборы при покупке топлива, мы понимаем, что опасаются выпадающих серьезных доходов. Почему? Потому что понимают, что топливо нелегально продается, не фиксируется, и, соответственно, будет недостача. Хотя, если все правильно, хорошо организовать, то будет и справедливо, потому что транспортный налог это несправедливый налог. Ты можешь транспортным средством не пользоваться, или пользоваться сезонно, но платить полноценно транспортный налог, как будто ты его используешь ежедневно. И наоборот, если бы заменили бы мы на сборы с продажи при покупке топлива, то совершенно другой был бы подход. Если пользуешься, заправляешь, платишь. Не пользуешься, не заправляешь, не платишь. Это было бы справедливо. К сожалению, мы очень медленно ко всему к этому подходим. Подойдем, мы все равно к этому подойдем. У нас транспортный налог поменяется, мы проиндексируем пенсии работающим пенсионерам, мы повысим пособия для тех, кто ухаживает за инвалидами первой группы, у кого дети инвалиды. Мы решим вопрос с жильем для детей-сирот. Звучат предложения, давайте выдавать сертификаты, которые бы тогда сирота мог использовать для того, чтобы получать жилье. Идея хорошая. Но надо очень аккуратно к этому вопросу подходить, чтобы не получилось так, что начнут орудовать мошенники, которые начнут обналичивать эти сертификаты. В итоге ни жилья, ни денег, ничего позитивного, положительного мы не получим. Поэтому к этому вопросу нужно подойти очень аккуратно, защитить сироту, но при этом обеспечить сирот, инвалидов, всех ветеранов боевых действий, которые сегодня стоят в очереди на получение квартиры. А с какими вопросами к вам обращаются жители Ненинского округа? Какие, что они хотят, чтобы вы решили, какие проблемы? Вопросы совершенно разные. Много вопросов, связанных со сферой жилищно-коммунального хозяйства, безработица, проезд. Кто-то жалуется на пенсионный возраст, на то, что его подняли. Кстати, ЛДПР голосовало тогда. Мы не поддержали изменение параметров пенсионной системы, то есть увеличение пенсионного возраста. Жалуются на невозможность получить, например, обращаются в Москву, в министерство, в ведомство, за разъяснением не могут понять, каким образом те или иные нормы закона применяются на практике. Жалобы были на правила рыболовства, правила охоты. В Москве утверждают совершенно не учитывая специфику или допускают ошибки, не первый раз допускают ошибки в нормативно-правовых актах правительства, после чего люди, которые проживают здесь, занимаются традиционной деятельностью, становятся вдруг браконьерами. Это недопустимо. Мы эти вопросы в Госдуме поднимаем. Хорошо, что Росрыболовство услышало. Я знаю, что сюда приезжал заместитель руководителя и губернатор Бездудный тоже этот вопрос поднимал. Он был в Москве, встречался с руководителем. И общими усилиями удалось эту тему сдвинуть с мертвой точки, как говорится. Но меня удивляет, почему допускаются в таких документах, то они могут понять, что Ненинский округ это отдельный субъект. Архангельская область указывает, Ненинский округ не указывает. И вот потом приходится чиновникам направлять запросы, во время их выступления в Государственной Думе задавать вопросы, указывать на то, что у них допущены ошибки для того, чтобы люди не страдали. Ну и много, конечно, вопросов, связанных с безработицей, пособия, индексация пенсии. Общие вопросы, наверное, для всех жилищные вопросы. Вопросы медицинского характера есть необходимые. Вот, например, в Ненинском округе нет ни одного томографа. А как мы можем бороться с онкологией, если нет томографа? Я понимаю, что это дорого. Я понимаю, что и содержать, и обслуживать, это может быть дорого для бюджета, и использовать ресурсы для ближайших субъектов, как это делается. Но если мы хотим заниматься профилактикой, а президент именно такую задачу ставил, я считаю, что томограф хотя бы один в округе должен быть в главной больнице. неоднократно обращались в Минздрав, получали ответы. Процесс идет, пока до конца он не решен, потому как есть, опять же, вопросы о поиске источника, источника финансирования. Общий вопрос – это борьба с ковидом, ограничительные меры. Кстати, хорошо, что в округе достаточно стабильная ситуация, и многие ограничительные меры, которые были приняты, они оправданы, когда невозможно было приехать, не сев на самоизоляцию на две недели, либо без справки, которую надо было в аэропорту ПЦР обязательно предъявить. Это все абсолютно верно. И именно такие меры, они, видимо, и позволили не допустить массового распространения этой инфекции. Хотя вообще получилось так, что из-за вахтовиков она здесь и появилась. Вот с такими вопросами обращаются. Вопрос качества жизни. К сожалению, многие живут плохо. Маленькие пенсии, маленькие пособия, маленькие стипендии. Вопросы в социальной сфере, они очень остро стоят, и везде требуются серьезные финансы для того, чтобы их решить. Когда видят, что вопросы здесь не решаются, а другие субъекты жируют, миллиарды тратят на освещение, на замену плитки, на проведение развлекательных мероприятий, или безбожно воруют, когда задерживают очередного чиновника, у него наличных средств столько, что можно было давно дорогу достроить до Коми, которая в Заполярном районе частично построена. Конечно, людей это возмущает. Люди обращаются за помощью, и зреет социальный протест, зреет напряженность, это очевидно. И очевидно, что этим протестом, этой напряженностью пользуются в том числе силы, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки внутри страны. Мы партия конструктивная, мы против противоправных действий, против экстремизма, против радикализма. Мы считаем, что да, проблемы есть, надо критиковать, надо предлагать свои решения, нужно добиваться разрушения монополии партии власти только тогда, когда будет сменяемость, когда будет альтернативная точка зрения, которая будет слышна и принята во внимание, тогда жизнь наша будет меняться к лучшему. К большому сожалению, все делается очень долго. Многие идеи, которые озвучивал ЛДПР 5-10-20 лет назад, они сегодня реализуются, но с большим опозданием. А если бы сразу и быстрее бы это все делалось, ситуация была бы совершенно иной. А какие, считаете, первоочередные вопросы, которые конкретно для Ненецкого округа должны быть решены и которые вы будете лоббировать? Ну, я считаю, что те изменения в пенсионное законодательство, которое в 2018 году было принято, напрямую повлияло на желание людей вообще здесь проживать. И многие начали еще активнее заниматься вопросами поиска иного места жительства, отток населения. При этом мы понимаем, кстати, недавно Владыка Яков в Москве проводил в рамках рождественских чтений, они с опозданием проводились, это образовательное рождественское чтение, Русская Православная Церковь ежегодно их организует и проводил мероприятие, которое было посвящено Русской Арктике. Так вот, арктическая территория, это вообще наше будущее. И нам нужно думать не только про углеводороды, про полезные ископаемые, про военные базы, про другие природные ресурсы. Мы должны прежде всего думать про тех людей, которые проживают сегодня в арктической зоне и обеспечить их достойными мерами поддержки, чтобы они здесь себя чувствовали комфортно, безопасно и не было желания уезжать и наоборот стимулировать нахождение здесь. Но для этого надо обеспечивать комфортное проживание, нормальные меры соцподдержки, нормальную помощь, нормальный отдых, регулировать цены, субсидировать больше, в том числе организации, которые здесь работают. Дорогу, наконец, надо достроить до республики Коми, для того, чтобы транспортное сообщение обеспечить сегодня же либо самолет, либо баржа, а транспорт по-другому проехать не может. Сразу же, если пойдут потоки, сразу повлияет на качество жизни. Это и завоз продуктов, и другие цены, другие расходы, и связь с соседним субъектом, уже наземная, транспортная. Эти вопросы надо решать. Вопрос с обучением. Несколько средних образовательных учебных заведений есть. Считаю, что, по-моему, уже открылся филиал высшего учебного заведения, но надо больше, чтобы не обязательно ехали в Архангельск, в Питер, в Москву, в Коми, в другие регионы. Здесь можно, тем более, что сегодня есть возможность получать образование и заочно, и полузаочно, и дистанционно. То есть, надо использовать современные технологии. Недопустимо, когда здесь интернет пропадает, из-за того, что в Коми какой-то пьяный тракторист не так раскопал яму и повредил кабель. Мы можем в 21 веке обеспечить бесперебойное снабжение субъекта интернетом, где жизнь зависит, от того, есть интернет или нет. Но если там постоянно происходит авария, значит, Коми должны нести ответственность. Значит, надо проложить за счет, опять же, бюджета республики Коми дополнительный резервный кабель для того, чтобы, если бы один порвался, работал другой, и жители Ненинского округа не страдали бы. Как это сделать? Наша фракция в областном собрании выступила с заявлением, были направлены обращения соответствующие. Мы в Государственной Думе тоже подготовили письма в правительство. Мы считаем, что это вопрос не просто комфортной жизни, это вопрос безопасности, это вопрос госуправления, это вопрос работы всей системы, и государственной власти, и муниципальной власти. Поэтому на федеральном уровне, если на региональном уровне Коми сами не понимают, что они создают серьезную угрозу для жителей Ненинского округа, значит, федеральный центр должен в это вмешаться. Это наша принципиальная позиция, и люди не должны испытывать дискомфорт. То же самое касается билетов. Дорого стоят билеты. У нас субсидируют стоимость, субсидируют, есть программы поддержки, больше надо помогать. Надо, хорошо, здесь уже есть рейсы в Архангельск, Санкт-Петербург, в другие субъекты, но надо обеспечить возможность людям приобретать недорогие билеты. Почему билет в Сочи можно купить за 2 тысячи рублей из Москвы? До Сочи лететь столько же, сколько сюда. А сюда билет эконом-класса, туда-обратно порядка 20 тысяч. Бывает и дороже. Я вот посмотрел на эти 20 тысяч рублей. Но это получается. У нас минимальный размер оплаты труда федеральный 13 тысяч, а билет практически в два раза больше. Да, у вас здесь минимальная зарплата выше, у вас прожиточный минимум выше, исходя из специфики субъекта. Но в целом билеты дорогие, самолет если летит полупустой, давайте мы предложим. Я направлял обращение в Ютейр, давайте, если есть пустые места в багажном салоне, ну давайте бесплатно грузы, бесплатно или там по себестоимости, или по какой-то льготной ставке давать возможность, чтобы коммерческие структуры завозили себя сюда, хотя бы продукты питания. Что бы там бананы стоили не 150 рублей килограмм, а ну хотя бы пусть там на треть меньше, из-за того, что обеспечена другая логистика и в конечную стоимость продукции не будет входить транспортные расходы. Можно это все организовать. Я обращался в Ютейр, но не хотят. Проще же написать отписку. Вот все у нас нормально, все работает. А самолет летит, места пустые есть, давайте дадим возможность молодежи бесплатно пользоваться этими местами, если все равно эти места пустые, для того, чтобы они поехали отдыхали. Для авиакомпании это практически никаких затрат нет, для поддержки граждан это серьезное решение вопросов перемещения по стране. Президент уже об этом говорит, про молодежный туризм. Он говорит, давайте будут пользоваться кампусами студенческими, когда путешествовать будут по стране. Вопрос развития внутреннего туризма. Ну, Ненинский округ, уникальный округ для того, чтобы здесь развивать внутренний туризм. Поэтому все зависит от того, как презентовать и как будут на федеральном уровне, в том числе и у нас есть такая структура Ростуризм, презентовать округ и программы, которые здесь предлагаются. Здесь уникальная природа, здесь много возможностей не только для охотников и для рыболов, и те, кто занимается исследовательской деятельностью, те, кто занимается изучением нашей истории, культуры, этнокультуры. Здесь прекрасная возможность сюда приезжать, изучать, общаться, щупать, трогать, путешествовать. Но это нужно презентовать. А у нас что делает Ростуризм? Сочи, Крым, Сочи, Крым. И недавно слышали, наверное, совещание было, вытоптали заповедник на Камчатке. Даже президент уже одернул, сказав о том, что, слушайте, это наши граждане. Мы должны создать условия, чтобы люди приезжали. Создавалась инфраструктура сопутствующая. И жизнь начинала кипеть по-другому. Вот это наша общая задача. Чем фракция ЛУПР и занимается. Все наши предложения, которые возникают, мы озвучиваем, мы направляем, мы предлагаем, мы привлекаем. Какие-то вопросы удается решать, какие-то удается решать с большим опозданием. Что-то не получается, потому что не хотят слышать. Но когда в стенах Государственной Думы призываешь отправить на несколько месяцев сюда тех чиновников, которые предлагают отменить льготы, сократить меры поддержки, ну, как-то по-другому начинают они задумываться, понимая, что здесь жизнь другая, здесь цены другие, здесь воздух другой, здесь не хватает витамин людям. Здесь должны работать программы постоянной поддержки здоровья населения, постоянные выезды в курортные зоны, особенно это касается молодежи и тех, кто имеет сопутствующие заболевания. Здесь надо больше субсидировать поставку фруктов и овощей, чтобы больше витаминов граждане получали. Но вот маленький субъект по площади большой, людей проживает мало, люди такие терпеливые, скромные и на федеральном уровне не всегда понимают, слышат и хотят поддержать. Наша задача фракции ЛДПР – обращать внимание на те проблемы, которые есть и добиваться, чтобы они скорее решались. Жизнь менялась в лучшую сторону, меры соцподдержки усиливались, зарплаты росли, безработица снижалась, пенсии увеличивались и люди не уезжали, а с удовольствием бы здесь жили, приглашали гостей и развивались и малые предприятия, и средние предприятия, а не как сегодня, как перевалочная база. Вахтовики приехали, местные без работы сидят, вахтовики приехали, поработали, уехали. Выкачали отсюда углеводороды, а вы здесь оставайтесь, дальше живите. Вот эту тенденцию нужно менять. Да, отлично. Вот хотелось бы, чтобы ваши пожелания сбылись, и ваши труды не были напрасными, чтобы слышали… Напрасно ничего не бывает, самое главное, вода камень точит. Хорошая наша пословица. Вот если все вместе мы будем обращать внимание на существующие актуальные проблемы, вне зависимости от политических взглядов, политических партий, и об этом ясно, открыто, эмоционально говорить, все будет меняться в лучшую сторону. Да, очень надеюсь, что все так и будет. В будущее беречь себя, не болеть, помнить, что инфекция никуда не ушла, беречь себя нужно, ну и бояться тоже не нужно. Страхами очень много мы сами себя притягиваем. Все будет хорошо, давайте с оптимизмом смотреть в будущее и поддерживать ЛДПР, как здоровую политическую силу. Ярослав Евгеньевич, спасибо большое, что вы пришли к нам на программу. Я прощаюсь с вами, напоминаю, что в гостях у нас сегодня был депутат Государственной Думы от партии ЛДПР, Ярослав Нилов. До свидания, до встречи в эфире. Всего хорошего, до свидания и не болейте. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова